Попался. Да, друг мой, ты попался. Если ты кликнул по этой картинке, то, видимо, тебя так достала вот эта ситуация с запретом на выезд мужчин из Украины, что ты ищешь уже любые способы. И ты ищешь людей, которые готовы за деньги тебе организовать беспроблемный выезд. Но, но, кликая по таким картинкам, с большей вероятностью ты попадешь. Ты попадешь на деньги, либо на уголовную ответственность. Сейчас же тебе повезло. Повезло в том, что ты кликнул по картинке и попал на канал к адвокату, который не берет с тебя деньги за выезд из Украины, который не рассказывает сказки и который не приведет тебя к уголовной ответственности. А теперь поподробнее. Мы все прекрасно знаем, что в Украине действует запрет на выезд мужчин из Украины во время мобилизации и военного положения. Но почему-то все забывают о том, что есть правила пересечения госграницы, которые устанавливают перечень оснований для выезда из Украины мужчин во время военного положения. И если вы можете собрать документы, если, во-первых, вы знаете о том, в каких случаях можно выехать, если вы соберете документы, которые необходимы для подтверждения вашего права на выезд из Украины, то вы можете сделать это абсолютно бесплатно. Почему я говорю о том, что по таким картинкам вы можете попасть на мошенников по одной простой причине. Люди, попав к ним, потом звонят мне и спрашивают, а что делать, а как нам вернуть деньги. Поскольку в большинстве, абсолютное большинство подобных объявлений, они являются мошенническими. И в том плане мошенническими, что люди скидывают деньги и не получают никаких документов взамен. Не получают возможности выехать. И это в самом лучшем случае. Потому что в худшем случае эти люди получают документы. Им реально по почте присылают документы, в которых там, например, написано, что человек не пригоден к воинской службе с исключением с учета. Стоят печати, подписи, фотография его. Все вроде бы классно. Но потом, когда человек выезжает, то при попытке выезда погранслужба проверяет его военный билет, А проверяет погранслужба очень просто. Они звонят в ТЦК и СП, который якобы выдал этот военный билет, и спрашивают, а вы выдавали этому человеку? Получают отрицательный ответ. И что? Дальше полиция, уголовное дело, суд, обвинительный приговор. И уголовная ответственность за использование поддельных документов. Ну, как правило, здесь идет статья за использование, а не за подделку документов. Там удается показать, что человек все-таки приобрел поддельные документы и их использовал. Там и уголовная ответственность поменьше. Конечно же, маловероятно, а точнее невероятно, что вас вообще посадят за это. Но нужно понимать, что вы будете уже считаться лицом, которое привлекалось к уголовной ответственности. Конечно, если вы не собираетесь там работать в госсекторе, глобально вам на это все равно. Но для тех людей, которые хотят не просто выехать из Украины, а которые хотят получить гражданство за рубежом, это проблема. Потому что при получении гражданства эти вопросы будут проверяться. И как мы понимаем, этот факт, факт привлечения вас к уголовной ответственности, скорее всего, негативно скажется при получении гражданства. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, больше не кликайте по подобным объявлениям. Подобные объявления, как правило, ведут к тому, что вы попадете либо к мошенникам, либо впишетесь в незаконную схему, в результате которой вас привлекут к уголовной ответственности. Да, нам всем не нравится, что в Украине есть запрет мужчин на выезд во время военного положения. Но нужно понимать, что есть правило пересечения границы. И там написано, как выехать мужчине из Украины. Там есть перечень случаев, в которых человек может выезжать из Украины даже во время военного положения. Нужно знать эти случаи и нужно собирать документы, которые будут подтверждать ваше право. Именно об этом я и рассказываю на своем канале. У меня есть видео, посвященное наиболее популярным способам выезда из Украины. Законным способам выезда. Вы не будете привлечены к уголовной ответственности. Все, что вам нужно для того, чтобы выехать, это собрать необходимые документы. Какие документы с конкретными примерами, все я рассказываю в своих видео. Сегодня в 19.30 мы будем, сегодня какой у нас, 15 мая, в 19.30 буду проводить стрим, на котором буду отвечать на ваши вопросы о том, как выехать из Украины. Какие документы нужно собрать для того, чтобы это сделать. Подключайтесь, задавайте вопросы и прошу вас, выезжайте на законных основаниях. Их перечень достаточно широк. Не попадайтесь на уловки мошенников. К слову, как мошенники используют даже меня, вы можете сейчас посмотреть. Вот давайте глянем. Видео, которое мне один из подписчиков скинул в личку. Видео, которое есть в ТикТоке. Вот посмотрите, пожалуйста. Предоставляем услуги легального выезда из Украины для мужчин 18-60 лет. Быстро и недорого. Ссылка в шапке профиля. Друзья, ну я думаю, все увидели, что там есть даже рассинхрон, да, между тем, что говорится, вот этот голос за кадром и артикуляцией. Ну и сейчас вы четко понимаете, что голос совершенно немой. Естественно, я к этому никакого отношения не имею. Почему? Да потому что я адвокат. Я не могу вас подводить под уголовную ответственность. Я не могу вам продавать какие-то способы выезда из Украины, незаконные способы выезда. Потому что я адвокат. Я должен помочь реализовать вам ваши права, защитить ваши права, но ни в коем случае не подвести вас под уголовку. Естественно, таким я не занимаюсь. Друзья, еще раз хочу основную мысль этого видео повторить. Первое. Государство, запретив выезд мужчин из Украины, при этом дало перечень случаев, когда вы на законных основаниях можете выехать, даже во время военного положения. Нужно знать эти основания, нужно ими пользоваться, реализовывать свое право. И я вам могу помочь в этом вопросе. Могу рассказать, как это сделать. И есть такие видео у меня. И сегодня будет стрим по этому поводу. Я вас очень прошу, не кликайте по подобным картинкам, как та, которая стоит у меня здесь на заставке. Превьюшка к этому видео. Потому что вы попадете на мошенников, скорее всего. И вы либо потратите просто в пустую деньги, либо потратите деньги и будете привлечены к уголовной ответственности. Выезжайте только на тех основаниях, которые прямо предусмотрены в действующем законодательстве и на основании реальных документов. Каких? Обращайтесь. Я вам расскажу, помогу, какие документы нужно собрать. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok